И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый видеоролик. Сегодня у нас долгожданный нагибаторский видеоролик, который связан с гонкой вооружений. Наконец-таки я его полноценно записываю, вам нравится, вы поддерживаете данную рубрику. И сегодня я неспроста нахожусь уже на новом для меня аккаунте, на том самом аккаунте, где у меня и венится нагибаторский гауссик. Под последним видеороликом вы набрали нужное и большое количество лайков и плюс в комментариях написали довольно интересное вооружение. И я такой посидел, подумал, как бы вот это вот все дело можно и показать, реализовать и сравнить. Соответственно, сегодня я решил устроить видеоролик на хури гауссах, полноценных, на одинаковых вооружениях, но с одним исключительным изменением. То, что я буду играть два боя на устройстве, которое отключает, получается, расходочку, это самое нагибаторское, вот это вот электромагнитный залп устройства. Ну а Артемочка, сегодня тоже там присоединяется лучший игрок матчмейкинга, будет играть без устройств и мы, соответственно, решим, посмотрим, кто лучше будет у нас вообще там нагибать. И, соответственно, можно будет полноценно сравнить гаусс, хоре гаусс, это самое важное, самое важное, хоре гаусс с защитником, хоре гаусс без устройства, либо с этим новым нагибаторским устройством задано. Артемочка может уже, соответственно, поздороваться. Все, привет. Артемочка после последнего проигрыша, я думаю, что сейчас будет просто разрывать кабины. Я его сейчас быстро тоже уже позову, я надеюсь, что он уже там оделся. Кстати, надо по резистам тоже что-то нормальное взять. У меня сплэш урона нету, значит, мне от себя резист брать, наверное, нет. Профита, магнум, рельс, вулкан. Давайте так возьмем. Что касаемо режимов, это контроль точек. Сегодня полноценный контроль точек, я думаю, что, ну, лучше может быть только в осаде, но осаду я не хочу. Хочу сыграть вот именно контроль точек, такой формат, который мы играем больше всего, вернее, не формат, а режим. И на нем уже решить, посмотреть сегодня больше, наверное, не соревнования, а больше, наверное, мне лично хочется посмотреть, какой гаусс является более продуктивным и нагибаторским. Что касаемо архипелага, я думаю, что ты со мной согласен, что мы перепикиваем эту катку нафиг. То есть, ну, архипелаг, это, ну, это поможет. Это просто помойка, то есть, даже я не вижу смысла здесь что-либо записывать, там будет, ну, такое, такое, то есть, нам надо полноценную, нормальную, среднюю даже желательно карту, но, может быть, пикнет что-то большое, сыграем большое, без особых проблем. Я, наверное, уверен в том, что даже Артемка, если будет играть близко со мной, я вот, например, буду отключать расходку, Артемка будет быстро добивать. У него даже в этом плане будет, наверное, чуть удобнее это получаться, то, что он, ну, как бы, понятное дело, что этот гаусс больше будет играть на команду. Но, с точки зрения того, кто будет больше забирать опыт, вот сейчас мы всё это дело посмотрим. Нас пикает на трибьют, на трибьюте я играл последний раз, если я не ошибаюсь, месяц назад, если даже не больше. Артемка, ты когда последний раз играл на этой карте? В чём, с какой-то ошибочкой. Ага, блин, я месяц назад, меня так давно не пикало вообще на этот трибьютик, поэтому посмотрим, что здесь вообще будет происходить. Артёмочка уже начинает накидывать. Я, конечно, буду пытаться больше сводиться. О, уже крип есть, я понял. Больше пытаться сводиться, потому что, ну, хочется, как бы, реализовывать само устройство. Понятное дело, что Артёмка при сводках будет больше акцентировать внимание на том, чтобы забирать мои дополнительные фраги. Ну, и, соответственно, я думаю, что Артёмке будет сегодня побольше немножко мотивации нагибать. Ну, в конечном итоге посмотрим, чем это всё дело закончится. Блин, сейчас, короче, типа свёл, а он умер прям в последнюю секунду и сплэш урон не прошёл по трем танкам рядом. Жесть, это как обидно было. Могло получиться очень даже неплохо. Чё, у тебя там крит ещё не выпал? Всё хорошо? Да. Всё замечательно. Я пока попытаюсь... Ну, там бустер, поход. От центрика чуть покидать. Бустер тоже, как бы, ну, неплохая вещь, но не знаю. Я, конечно, не склонен в последнее время к этому бустеру. О, хе-хе! У меня этот Хантер Риг прозрачный. Сыка, ару. Ну, ладно, не буду я пока обновляться, пока всё-таки я вижу, что... А, ну ладно, меня уже как бы сами заставляют обновиться. А, у меня ещё и был полноценный стопроцентный овер. Ну, как говорится, плюс Артёмчику возможность. А, ещё и не закрывается клиент. Блин, как же я всё-таки люблю эти крит-ошибки. Ну, здесь больше, наверное, карта способствует к этому. Поэтому, ладно, ничего страшного в этом нету. Пикаемся обратненько. Ну, давай, Артёмочка, расскажи хотя бы, как там у тебя дела, как там гауссик. Что вообще по поводу последнего поражения, расскажешь. Как отошёл от него, там, нормально себя чувствуешь? Всё замечательно у тебя? У меня пулик убивает, этот пулик. Пулик нагибает, да? Ну, что касаемо пулемёта, друзья. Тут, как бы, вы сами знаете, насколько сейчас жёстко гнёт в матчмейкинге пулик. Мы сами сидим постоянно на этих пулемётах. И когда они попадаются против, ну, они реально подбешивают прям конкретно. И в каких-то моментах даже, ну, происходит такая ситуация, ну, не совсем приятная. Не совсем приятная, когда тебя начинает он просто зажимать. Если он ещё и зажимает с овердрайвом, то это вообще просто. Габелла так быстро урон начинает вылетать, что я, если честно, иногда просто сгораю. Но, когда сам, конечно, играешь на этом хоре вулкане, то себя чувствуешь более-менее нормально. Так, что-то у меня уже беда какая-то происходит. Что-то я вообще не могу никого забирать. Что-то как-то ничего не получается у меня. Артём, что ты сделал? Что ты сделал с этой каткой? Как ты смотришь, у Артёмки, у самого там ничего особо не двигается вперёд, хорошо. Что я как-то оверсу, это профукал со своим перезаходом. Артёмка ещё полноценно свою крит ошибку не поймал. Блин, ну что это за хорёк? Иди отсюда, дурочок. Мешается ещё. Ничего не получается у меня. ДДшка ушла на КД. Нет. Разходку сбил. Пулик просто сажал. Пулик там нормальный, такой аппетитный. Сочный. Что, что, 80% у вас там? Чисто, чисто нормальная такая темочка. Кто-то уже в чатике пишет, что там гауссы тестите. О, кто-то шарит по ходу дела. Так, я, короче, без ДД сейчас накидываю урон просто у них на рисках. Я, конечно, тут овер прожал. Но я чувствую, что что-то как-то не совсем бодренькое. Не совсем всё аппетитненькое, но... Думаю, что надо забирать пару-тройку ещё фрагов. Сейчас сводочку дам. О, как раз нарку прожал, молодец. Друг ты мой хороший. И самое главное, это разница. Артёмка, ты знаешь вообще своего гаусса от моего гаусса? То, что у тебя сводка даёт больше урона, но зато после сводки перезарядка у меня быстрее, чем у тебя. Ты знал об этом? Нет, конечно. Ну, видишь? Поэтому, если ты, короче, сводишься, ты долго потом вот эта у тебя перезарядочка идёт, а у меня она с новым устройством намного быстрее. Поэтому я за счёт этого, если как бы не добиваешь либо ты, либо я противника, могу ещё быстро забрать какого-нибудь типа и дополнительный опыт за счёт этого ещё хавануть. Ну, часто, конечно, ваншоты прилетают пока да. Да, опять меня вулканс хаул. Поэтому в этом плане как бы разницы особо большой нет. Так, две с половиной минутки, две с половиной минутки. Ну, соответственно, мы на победку играем Артёмка, не забывая, не только на свои очки. Победку надо тоже забирать. Надо, автор, как я всегда на колладе играть. Так что давай. Нет, я понимаю, что не катаешь. Кстати, там твой кореш против. Хе, видишь? Кореш со своего нашего против Пуму. Хе-хе-хе-хе. Чё, Пуму не помнишь? Артём? Пума, ну Пума, а ведь? Пума, ну Пума. Ну, Рома, вот этот Пума. Ты же забыл? Хе-хе-хе. Или ты не заметил, что это он? Ай, ладно, Артём, короче, сконцентрирован, не хочет очень разговаривать, не поддается на мои провокации, сидит, жопу рвет. Хочет меня обогнать, безусловно, не короче, ничего не получается. Я так смотрю на опыт. Почти как-то у него вообще все бедово получается. Я вот смотри, 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 смотри. Смотрись, смотри, смотри, оп. Стоп? А, сбил расходку. Ну там добьешь, короче, сам, давай. Типа надо забить, там, которому... Мне зависит. Ну, это танки чуть поблагаю. У меня что-то тоже пинг прыгнул. Нифига, чё-то. Танки-танки-танки-танки. О, отличный. Красавчик, у Артёмчика еще 2 хак забрал. Ну, в общем, все замечательно. Артёмки опять сгорает. Опять он, вот видите, он не играет на вулкане, и все, и у него горит. Ни вулкана нет, ни Жиги нет, ни его любимых кушек. Ты видишь, да. И все, и он уже, короче. Я давно на Гауссе не играл. Начинает играть. А я как будто каждый день сижу на Гауссе играю, да? Ну да. Да, держи в Куссе. Или ты мне просто сейчас скажешь, ну ты же тестировал Гаусс, поэтому ты на нем играл, да? Это тоже себе жмёт. Ну, пума тупой. Я же тоже, как и ты, давно на нем не играл. Ну и кстати, это, кстати, одна из тех карт, на которые, если ты не знаешь, Гаусс очень эффективен. То есть вот этого, от большого здесь моста, где я стою, можно очень много опыта фармить. Прям вообще нереально жестко. Я, кстати, что-то забыл про эту позицию, что-то там от правого фланга пытался поиграть. Здесь вообще надо вот тут стоять и накидывать по ПД урон. Я этим просто тактику рассказываю. Я смотрю, что тебе эта тактика нафиг не нужна. Ты играешь. У меня тактика в уповеке. По своей схемочке играешь. Ну ладно, что-то страшно. Я как бы забираюсь из... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он, блин, у меня пули просто схал. Катку надо затыщить. Не, что Артемка, ты как-то это сам проседаешь. Катка, 10 сек. Не, ну это выиграно. Это выиграно, мы даже с одной точкой ее выиграем. С одной точкой мы выигрываем ее. И видите, как ни странно, все-таки, ну я не знаю, как Артемка, конечно, играл в эту катку. Сейчас мы сыграем еще одну. Но здесь на 100, на 135 опыта у меня больше. Не знаю, посмотрим. Может быть это связано с устройством. Может, конечно, Артемка немножко тупил. Плюс, запомните, друзья, что я перезаходил с полноценным овером. У Артемки крита не было. Поэтому, интересно, интересный факт. Я не знаю, конечно. Либо это с Гауссом как-то так жестко связано, либо Артемчик просто немножко неправильные вещи делал на вооружении. У тебя там не получалось, да, особо? Ты говоришь, там, хоря... Хоря не пропустил. У твоего в итоге зажар. Посмотрим, сейчас что будет. Это больше, наверное, даже, ну, как бы это гонка, да, вооружений, друзья, как бы соревнования. Но все-таки сегодня еще и акцент идет... Ой, случайно переключился. Все-таки потенциально мы еще и проверяем, как бы, два устройства. Было бы, конечно, прикольно, если бы у Артемки было тоже бы устройство. Я бы, например, одну катку сыграл бы с устройством, вторую катку бы я сыграл бы без устройства. Дабы мы могли поменяться. А так получается, что две катки, как бы, я играю на устройстве, а Артемка играет без устройства. Тоже такое себе мнение. Бушует. Не совсем правильное, наверное, с точки зрения соревнования, но другой возможности у нас, как бы, в этом плане нет. Ладно, карта неплохая, Йоркшир. Плюс цепешечка. Я попытаюсь, наверное, где-то чуть от респа поиграть. Чуть покидать. Чуть понаносить дэмэджа. Я смотрю, там Артемка фраг забирает. Бля, я мог ему вообще расходку сбить. На всякую разу. Четыре как-то прокукал. В тот момент, когда он там прожимал аптечку. Я думал, что он без аптеки. Хотел просто быстро забрать у тебя его. Ну, красавый фраг, знаете, как-то. Банкер швейстер, как всегда. Хотел забрать, но не получилось у меня этого сделать. Ну и, наверное, это даже к счастью. Не к сожалению. А то Артемка бы опять бы говорил, что я крыса, который только умеет фраги тырить. Больше ничего делать не умеет. Артемке крыть, да? Чего-то пока обновляться ты не идешь. У меня уходит. Ага. Ладно, живи-живи. Хэштег живи. Хэштег живи. Так, я сейчас овер прожму. Ой, хорошо. Вообще. Вот такие моменты, знаете, как вот. Прожал дик сейчас овердрайв. На себя и на типа. И я в этот момент, короче, свожусь, сбиваю двум расходку и быстро добиваю. Вот это показательный момент эффективности данного устройства. Вот просто показательный момент. Вот хоп, сводочка. И хоп, сразу кто-то добивает. То есть мог я еще и успеть его добить, если бы не было бы моего тиммейта рядом. Вот три танка противника. Сводка. И быстро. Ну, добить я не получится. У меня просто уже нету здесь ДДшки. А так бы я мог бы еще полноценно быстро добить два танка. Но вы видите, как эффективно все-таки это работает. Как я могу в любой момент быстро сбить расходку. И за счет этого быстро еще и надамажить противника. И заработать дополнительные опыты. И реализовать вообще полноценно это устройство. То есть эффективность все-таки. Видна, видна эффективность данного интересного, замечательного устройства. Вот эти вот лаги, которые проходят в последнее время в танках. Меня как-то особо не радует. И сейчас не понимаю вообще, с чем я связан. Но не совсем приятные такие моментики. Так, тут с водочкой просто раздамажил. А темка сегодня вообще молчаливый. Ничего не говорит. Не хочет ничего не рассказывать. Нагибают его, а он расстроенный. Вооружение не нагибаторское. Знаете, если бы был бы у него сейчас хоре-вулканчик. Или, как я уже сказал, хоре-жига. Я думаю, что он бы, знаете, как балаболил по КД. И говорил бы, какой он нагибатор. Как он всех разваливает. Говорил, что я изёвый там. Он нагибает. У него все замечательно. А тут хоре-гаусса дали ему. И все. И он сидит молча и думает. Блин, ну какой хоре-гаус? Какой хоре-гаус? Ну, блин, ну почему не моя хоре-жига? Ну почему не мой вулканчик? Почему мне опять плохое вооружение дали? Опять этот баланка хочет выиграть. Ну, вы понимаете, да, сразу отмазки, все дела появляются. Но у меня, если честно, тоже не особо тут замечательно идет в этой карте. Я просто пытаюсь как-то взбодрить Артемчику, чтобы он сейчас немножечко подогибал, хотя бы, может быть, немножечко, чтобы у нее чуть получше пошло в этом плане. Может быть, у него пойдет замечательно, может быть, не пойдет замечательно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас будет видно. О, в этом плане. О, в этом плане будет все видно. Три минутки Артемка еще время есть. Еще время есть на отыгрыш. Давай, давай, постарайся. Сделаешь? Смогешь? Получится у тебя? Как случилось? Получится? Блин, у нас просто даже в этой катке вы видите, да, что Хори Гаусс и у нас там вулкан играет на первом месте. Вулкан набивает больше. Хотя, если честно, этот вулкан не играет сверх правильно и сверх много бьет. Он не бьет много. То есть он потенциально не старается так прям супер круто, супер быстро что-то там фармить. Это значит, что, по сути, получается так, что в этих Хори Гаусс не так много уж и опыта забирают. Можно было бы, конечно, наверное, пробовать поднимать побольше. Но пока что все-таки все равно в балансе Хори Вулкан намного лучше находится. Две с половиной минуты. Артемка там уже приближается. Это очень хорошо. Хорошо, что он приближается. Хорошо, что сейчас хоть концовочка, может быть, даже потная будет по опыту у нас. Я постараюсь, 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 постараюсь и свистись. Блин, есть. У него пол хп на аптеку смет. У него есть пол хп. Все вкус. Когда вот Артем так разговаривает, значит, что у него все горит. Он уже все. Он уже потерян. Он уже все. Это значит, знаете, когда у него игра не идет, он начинает сразу такой. Так, блин, блин, чему придраться? А, да, вот меня не получается ничего. Он меня нагибает. Блин, не боит меня. Что делать? Я у него не сосусь без дэшки у него пол хп на викинге он соскли. Ну, бывает, что поделается. Это матчмейкинг. Здесь непредсказуемые игроки играют. Бывает, какие ситуации происходят. Не самый приятный. Ух, сейчас какой быстрый выдал, ты бы видел. Просто замечательно. Чтобы вот этого типа еще забрать. А у меня-то сплэш урона нет на Гауссе. Два выстрела дался сплэшом, а урон по типу не прошел. Так, ладно, заберешь точку и пойду. Попробую заберу, наверное, в флаг дополнительный. Ушел в минус. В минус. А, в минусе прожал в тяков? Да. Да, может. Я его не пойду. Пойдет. Что еще? Дэшка спала. Ну, я все равно добил типа. Сейчас еще этим расходку собью. А, блин. Двоим не сбил. Откатился тип. Обидно. Ну, сейчас собью хотя бы расходочку. Давай, 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 давай. Оп. Расходка сбита. И мой тиммейт его еще и добил. От Гаусса 4, 3 реза, Артем. Что ты скажешь по этому поводу? Зачем сука реза? Они просто испугались твоего аппетитного, сочного Гаусса? Да. Тебя убить не тихо. Да, меня-то еще. Я-то не убийца, я-то не жесткий тип. Ну, вот видите, 40 секунд до конца, Артемочка уже вырывается вперед, сидя тихо. Все-таки у него чуть-чуть получилось. Это сделано. Подводя итоги, друзья, подводя итоги, что я могу сказать? Гаусс с устройством, наверное, все-таки предпочтительнее в матчмейкинге, нежели Гаусс без устройства. На нем можно творить большие, наверное, вещи в плане каких-то тактик, интересных заготовок. Но, что касаемо опыта, ну, там разница минимальная. Понятное дело, что она минимальная. Там нет большой разницы, как и, соответственно, наверное, с большим количеством устройств в танках, да? То есть, если вы играете с каким-то устройством, если вы пытаетесь без устройства, и есть у вас какой-то минимальный такой зазорчик, то что вы, может быть, чуть-чуть эффективнее играете, чуть-чуть эффективнее у вас что-то получается. Ну, и если вы как бы пользуетесь этим самым устройством, да, в этой катке у меня не совсем получалось правильно реализовывать его, в предыдущей катке на трибьютике вы видели, что там большое количество было сводок, где я сбивал расходку и, соответственно, быстро добивал противника. Именно в этом плюс данного Гаусса, то, что вы можете быстро взять, свестись и быстро добить противника. Если у вас это получается, если вы комбинируете данные два движения, то вы, соответственно, зарабатываете дополнительный опыт и за счет него уже потом можете выигрывать такие вот даже гонки вооружения. Ну, вот как-то так у нас сегодня, друзья, получилось. Если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите, чтобы части по гонке вооружений выходили как можно чаще и чтобы Артемчик горел, чтобы у него там было много драйва задора и чтобы он там кричал «А, я нагибатор года», то не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал. Ну, а с вами был мистер Иванька и нагибаторский Артемочка. Всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok